В постоянном движении. Несмотря на то, что на дорогах города появляется все больше легковых машин, жизнь новорингойцев невозможно представить без общественного транспорта. Ровно 30 лет тому назад в городе было образовано муниципальное предприятие автомобильного транспорта. Сегодня его сотрудники отвечают за то, чтобы пассажиры могли быстро и с комфортом передвигаться по городу. В юбилейную дату с теми, кто связал свою жизнь с дорогой, встретилась Аминат Дышекова. С самого утра большинство горожан спешит на автобус. Кому на работу, кому на учебу. МУПАТ – первое и единственное в городе предприятие пассажирского транспорта. На месте компания не стоит. На ее вооружении – самые последние инновационные технологии для максимальной безопасности и комфорта пассажиров. На всех наших автобусах, работающих как в городе Новый Рингой, так и в поселке Карачаево и по маршруту Карачаево-Новый Рингой, Карачаево-Олимпияхо-Новый Рингой, установлены видеорегистраторы, установлена система ГЛОНАСС. То есть диспетчер может отслеживать на сегодняшний день, где находится автобус, с какой скоростью он движется. В далекие 80-е годы у предприятия была лишь пара десятков единиц техники, а его контора, или, как сейчас принято говорить, офис, располагался в вагончиках. Время изменило многое. Сейчас около 60 автобусов обслуживает Новый Рингой – Карачаево-13. В компании трудятся около 380 человек. Многие работают уже несколько десятилетий. Один из них – мастер Владимир Кузнецов. Отмечает, раньше все приходилось делать руками, сейчас практически все автоматизировано, что значительно облегчает работу. Сейчас и качество двигателей, и само исполнение двигателей, они в основном, импорт найдет с высокой точностью. Так что сейчас уже приборы более высокие точности применяем уже. На предприятии дают дорогу молодым. Главное, есть от кого принимать опыт. Представители нескольких поколений работают здесь бок о бок – в дружбе, мире и взаимовыручке. Подсказывает, конечно. Дядя Вова мне подсказывает постоянно. Учусь. В принципе, так все получается. Есть тут и те, кого по праву можно назвать ветеранами. Трофим Сологуб уже 30 лет не расстается с любимой баранкой. Водитель с улыбкой отвечает, что за время работы поменялись технологии, условия, а вот пассажиры остались неизменными. Пассажиры разные. Как мы говорим, увидел, подобрал – спасибо. Не заметил, не подобрал – все проклятия в свою сторону. Как и везде. Люди разные. Преданность пусть сложному, но любимому делу здесь в крови у всех. Кондуктор Светлана Антропова делится. За 9 лет работы было много курьезных случаев, особенно в праздничные дни. Просто обычные люди, но одеты были Дед Мороз со Снегурочкой, поздравляли весь салон. Очень даже веселились. Спели нам частушки. Дедушка Мороз нас всех поздравил в салоне. Было очень приятно, конечно. С ними был парень, он играл на гитаре в несколько остановок. Он пел нам песни. В общем-то было очень здорово и весело, и приятно, потому что настроение поднялось и все. Сами пассажиры работы и предприятия довольны. Лица водителей и кондукторов им уже знакомы. На остановке будут вовремя, довезут быстро, мерзнуть на улице точно не оставят. Поэтому пользуются общественным транспортом. Постоянно, в основном, особенно зимой. Ну, надежно, потому что зима и зима, и холодно, чтобы не ломаться, ничего, что не тихо. Постоянно ходит она, вовремя, вроде бы вся отходится. Поэтому надежно и все. Тем временем предприятие на достигнутом останавливаться не собирается. В планах на ближайшее будущее – обновление автопарка и открытие новых маршрутов. Амина Дышекова, Андрей Мальцев, служба новостей «Импульс».